МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационный обзор этой недели. О событиях в городе готовы рассказать корреспонденты Оргенмедиа. С вами Оруженка Инаровна. Начнем. Налог на транспортные средства. Задолженность балхарских автовладельцев в казну превышает 21 млн тенге. ОПМ-правопорядок. С начала этого года на трассе Алматы-Екатеринбург погибли 10 человек. Подготовка к Наурызу. Как балхарцы отметят праздник Наурыз, этот вопрос поднимали на аппаратном совещании. Аким города Кайрат Камзин провел прямой эфир с населением. Он рассказал о проделанной работе и о планах. Отдельно глава города остановился на состоянии автодорог. В настоящее время конкурсные процедуры проведены. По этим улицам определены подрядные организации. Основной объем ремонта этого года выиграла компания «Тастимик», которую вы все хорошо знаете. Также несколько улиц выиграла местная подрядная организация «Арарат-Универсал». Текущим ямочным ремонтом обхвачены дороги в 15 тысяч квадратных метров. В прошлом году эта цифра составляла 10 тысяч квадратных метров. После проведенных работ доля дорог, находящихся в удовлетворительном состоянии, будет увеличена с 65 до 81%. В этом году объем действительно снега выпало в городе больше, чем обычно. С сильным таянием снега. А также в прошлом году, вы же все видели, проводились ремонты водопроводных сетей города. Часть улиц Казбекова, Мангильды, Абугалиева. Были проведены работы по замене, как я говорил, водопроводных сетей. В настоящее время по улицам проводятся работы. Немножко подсохло, вы же все видите. Проводятся работы по отсыпке грунтом, перемешку где-то с фрезерованным асфальтом. Поэтому эти работы в течение этой недели будем также продолжать. В рамках программы по благоустройству по городу будут проведены работы на территории аллеи рядом с Акиматом, обустройство сквера в микрорайоне Конрад и входной группы по улице Агабай-Батыра от моста до автостанции. Параллельно вместе с укладкой асфальта по этой улице. Также будет благоустроена улица по аллее, по улице Кадржанова. Это у нас от Агабай-Батыра до сквера Астаны. Также пешеходные тротуары будут обустроены у нас по улице Иванова и по улице Аманат от Алимжанова до Балхарской ТЭЦ. В прямом эфире Аким поднимал и проблемный вопрос, связанный с поливной системой города. Он рассказал о реализации крупного проекта по реконструкции поливочной системы правой ветки. Средства выделены из городского бюджета, проведены конкурсные процедуры. Подрядная организация проложит по городу более 24 километра поливочных сетей правой ветки. Ремонтом действующей левой ветки также займётся организация ТОО «Строительная компания Эверест». Также на приёмах граждан поднимались вопросы подтопления подвалов многоэтажных жилых домов. Заложили мы средства в бюджете города на ремонт и восстановление сетей дренажа. В частности, это в микроюне Мухамеджаново был всегда проблемный дом номер 19, а также по улице Абая дом номер 80. Соответствующие средства на эти два проблемных дома были средства выделены из городского бюджета. В ходе прямого эфира Аким города ответил на вопросы жителей. На все оставшиеся Кайрат Камзин ответит в Инстаграм. Задолженность балхашских автовладельцев в казну превышает 21 миллион тенге. Управление государственных доходов по городу Балхаш напоминает, что срок уплаты налога на транспортные средства за 2022 год истекает 1 апреля. В связи с этим специалисты просят обратиться в Управление государственных доходов по улице Абая 45А, кабинет 104, для погашения задолженности прошлых лет. Судебные исполнители будут применять меры в отношении всех должников, в том числе ограничения выезда за пределы Казахстана, временное приостановление банских счетов, а также наложение ареста на имущество. Оплату можно произвести в онлайн режиме, в мобильные приложения «Эйсово Казамат» в банках и через АО «Казпочта» и плачёжных терминалах. С начала этого года на трассе Алматы-Екатеринбург погибли 10 человек. Показатель вдвое больше по сравнению с 2022 годом. В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий проводятся специальные меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций. На период с 15 по 17 марта текущего года на территории Каравинской области проводится оперативно-профилактический мероприятие правопорядок. Также проводится локальная отработка по грубым нарушениям правил дорожного движения. Причины дорожного транспортного происшествия – это несоблюдение скоростного режима, также выезды на полосу встречного движения, хотя на ежедневной основе выставляются дополнительные маршруты, отработки, но всё же водители нарушают правила дорожного движения. Стоит отметить, что на прошлой неделе на трассе Алматы-Екатеринбург погибли трое человек в возрасте 49, 42 и 27 лет. По данным патрульной полиции, больше всего в ДТП попадают те, кто едет из южной части страны на север. Они не учитывают плохую погоду. Это приводит к трагическим последствиям. Уважаемые жители и гости Караганинской области, а также города Балхаш, убедительная просьба соблюдать правила дорожного движения. Не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, а также в утомлённом состоянии. В ночное время суток, в условиях понижения температуры, гололёда на трассе, также соблюдать скоростной режим. Участок автодороги Караганды-Балхаш является аварийно опасным участком, так как на данном участке производится реконструкция, то есть ремонт дороги. В этих условиях идёт, получается, у нас рост ДТП в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кого назначили руководителем отдела внутренней политики города Балхаш, и как балхашцы отметят праздник на Урыс, это стало известно на аппаратном совещании. Кадровые назначения. Руководителем отдела внутренней политики города Балхаш стал Дидар Бесикенов. Об этом стало известно сегодня на аппаратном совещании, которое проходило в онлайн-формате. Дидар Бесикенов родился в Балхаше по профессии политолог и юрист. Общий трудовой стаж – 14 лет, на государственной службе – 11. Трудовую деятельность начал в 2008 году главным специалистом отдела внутренней политики города Балхаш. На аппаратном совещании обсудили вопросы подготовки к Наурызу. В праздничные дни в городе пройдут концерты, праздничные программы, выставки, спектакли и более 100 мероприятий по национальным видам спорта. Во время праздника среди студентов будут организованы национальные спортивные игры. Основная часть мероприятий будет проходить на территории Дворца культуры имени Хамзина и на площади Жестар. Там же на площади колледжи города, войсковые части, коммунальные учреждения, финансовые организации, отдел образования и культурно-досуговый центр поставят 10 юрт. А по городу их будет 16. На набережной установят праздничные торговые площадки. В праздничный день по городу пройдет уличный караван с театрализованным представлением. Он стартует у памятника Габай-Батыра. В нем примут участие более 500 человек. Народные гуляния в праздник наурус будут проходить и в микрорайонах Конырат, поселках Гульшат и Саяк. Общественный транспорт Балхаше начали вести водителей из Туркестанской области. Праздничная выплата. В честь праздника наурус более 2000 балхарцев получат единовременную выплату. Проблемы посыпались вместе со штукатуркой. В редакцию Оркин-Медиа обратились жильцы дома номер 26 микрорайона Мухамеджанова. По их словам, двухэтажное здание покрывается трещинами. Фасад разрушается, сыпется и сама штукатурка. В букете коммунальных проблем разбиралась наша съемочная группа. Ну, получается, соль, фундамент рушит, начинала. И до сих пор начинается. Экскурсию по 12-квартирному дому его жители начали с подвала. В прошлом году силами работников Балхажилу здесь заменили суженный участок трубопровода. Увеличили объём труб и демонтировали перемычки. Сейчас из труб местами капает вода, образуя сырость. При этом из открытых общедомовых счётчиков торчат провода. Три года спичку вставляю. И с каждым годом она расширяется, расширяется, расширяется. Она пошла сюда, туда. Но теперь она уже и там, а то есть с двух сторон. Сюда ушла вот сюда и пошла дальше вот туда. То есть, если купаться, и вот всегда боишься, чтобы на тебя плитка не упала. Трещины всё больше покрывают дом и увеличиваются в размере. Из-за дефектов у Дмитрия Горника в ванной комнате отходит плитка, а от влажности проваливается пол. В результате чего может образоваться грибок и плесень на стенах. Больше всего страдают жители верхних этажей. Тазы и вёдра у них всегда под рукой. Светлана Рябина – инвалид третьей группы, живёт одна. Ремонт в квартире она делала в прошлом году, хотя сейчас этого не видно. Единственная рабочая розетка – и то на всю квартиру. В комнате она свет не включает, боится, что произойдёт замыкание. К слову, в квартире частенько выбивают счётчики. Не лучше дела обстоят и на крыше. Жильцы верхних этажей из подручных материалов латают кровлю. Но с такими дырами мало что помогает. Оставляют желать лучшего здесь и дороги. Везде грязь и ямы, а тротуарах и речи нет. С 90-го года, как я себя помню, 26-й, 25-й, 24-й, 20-й дом. Есть вот эти дорожки, это ещё и сыровский асфальт. С тех времён никто ничего никогда не делал. Вообще никогда. Вы посмотрите на эти дороги. Мы ездим, да, у нас есть машина. Так мы машины. Жильцы неоднократно обращались в Акимат. В ходе личного приёма Акима не раз поднимали вопрос кровли и фасада. В прошлом году жильцам предлагали принять участие в государственной программе модернизации ЖКХ. Была полностью посчитана стоимость ремонта кровли, но жители отказались от участия. Заявляли на двухскатную кровлю и фасад дома. Ремонт и, как она называется, пластика или сайдинг. Ну, нам, естественно, только кровля и ту эту кровлю составили 25 миллионов тенге. Только 15 квартир, из них 5 пенсионеров, 5 квартир, 2 квартиры по инвалидности люди и 5 только работающих. Это вообще как можно? Вот, допустим, я должна платить 14 тысяч в месяц, ребят. Ну, естественно, мы были вынуждены от этой модернизации отказаться, потому что сумма неимоверная. Со слов специалистов ЖКХ, в этом году будет начать ремонт кровли домов города и микрорайона Конрад. По плану поменяют кровли 10 домов в Конраде, а также 17 жилых домов. На уточнение бюджета включен дом номер 26 по Мухамеджаново. При экономии денег, если нам разрешит область использовать те средства, которые остались от экономии конкурса, будем использовать на ремонт кровли указанных домов. Мы порядке 10 домов выбрали. Если нам дадут разрешение, то будем использовать эти средства. На сегодняшний день проводятся конкурсные процедуры. К середине апреля будут результаты. По словам специалистов, в связи с ограниченностью бюджета, отремонтировать фасады домов всего района не получится. Работы будут начаты с ремонта кровли, а к фасаду приступят в следующем году. Праздник на Урыс отмечают и маленькие жители Балхаша. В одном из детских садов города состоялась праздничная программа, посвященная празднику весны и обновления. Принимать участие в творческих конкурсах для воспитанников детского сада Ахнур – дело привычное. Накануне дети из группы Балдауре представили костюмы в национальном стиле. Семеро участниц соревновались в пяти этапах. Накты мақсатымыз – әдет, құрып, салт, дәстір, қызбалларының бойына сындеріп, өнерлерін көріп. Топта тәрбейші жұмыс тесе, үйде анақалай жұмыс теттеген мақсатпен алған шара. Казайын шараның жөн жұрасын өзеріңіз көрістер. На первом этапе участницы должны были представить себя. На этапе «Секрет красоты» участницы показали костюмы, которые были сшиты родителями. Для изготовления можно было использовать любой подручный материал. Кроме дефиле, маленькие жительницы города продемонстрировали на сцене хореографические способности. За руль болхарских автобусов сели водители из Туркестана. Ранняя ситуация с общественным транспортом в городе была напряженной. Местный автопарк «Орталк Транссервис» испытывал кадровый голод. К какому общему решению пришел Акимат и автопарк – подробнее в материале. Из-за низких зарплат водители отказывались выходить на рейсы. В результате чего произошли сбои в работе маршрута. Жителям города приходилось ходить пешком, либо тратиться на такси. И на сегодняшний день, на каком мы решении выйдем, видим первоначально. Раз водители не хотят выйти на работу, они хотят работать 8 часов каждый день, мы предварительно попросили помощь от корпорации «Казахмаз». Сейчас подразделение корпорации «Казахмаз» «Транско» помогает нам в выделении маршрута с автобусами и плюс водителями. На сегодняшней на линии у нас задействованы 7 автобусов АО «Транско» со своими водителями. Пока мы сбоев автобусного не видим, потому что все маршруты мы закрыли за счет оказанной помощи «Транко». Для решения вопроса руководство «Орталгтрансервис» привлекли 15 водителей с Туркестанской области. Они будут работать до регулирования конфликта с болгарскими водителями. Все маршруты общественного транспорта ездят в штатном порядке. С утра выйдут свои же работники, которые остались на 8-часовом графике, то есть с 6 утра до часа. После часа выйдут уже водители, которые откомандированы из города Туркестан. Стоит отметить, что в день выборов 19 марта проезд Балхаше будет бесплатным. Общественный транспорт будет курсировать согласно графику воскресного дня. 20 марта в понедельник автобусы будут работать в штатном режиме. В связи с выходными днями в честь празднования Науры с 21 по 23 марта пассажирский транспорт будет работать по графику выходных дней. В честь праздника Науры с более 2000 балхашцев получат единобременную выплату. Оплата будет перечислена на лицевые счета 17 марта. На праздничные выплаты из казны выделено более 29 миллиона тенге. Как сообщили в Акимате, 1769 гражданам, получающим социальные пособия и пенсии, выплатят по 15 тысяч. 197 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей получат к празднику по 10 тысяч тенге. Такую же сумму получат малообеспеченные жители с доходом ниже черты бедности, а их в городе 121. Данная плата выплачивается на основании перечня государственных учреждений по филиалу Карагандинской области, государственной корпорации, правительства для граждан. На этом мы завершаем выпуск. Смотрите новости на канале ежедневно в 20.15 и в любое время на сайте Оркинмедиа. До встречи в эфире!